На Гомельщине начинаются урочистые мероприемства, присвященные свято 8-го соковика. Сегодня у Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава жанучих портретов, на которую запросили выбитных представниц Гомельской области и старшиню Белорусского союза жанчин Алену Богдан. Вернисаж наведала и наш корреспондент Ганна Коральчук. Жанучий образ у мастерства натхняет многих мастеров Гомельщины – Михаила Новицкого, Владимира Тихонова, Андрея Крылова и других. Акварели Марии Ягоровой присвящены внутренней пригожости жанчин и матчиной любови, а по божзиме – реалистичные постать и соправдных героинь. Гостями выставы у Палаца стали знакомитые гомельчанки, которые сами натхняли творцев на полотны. Например, мастерский руководитель и главный дирижер камерного хора областной филармонии Алена Соколова и народная артистка Беларуси Галина Паулянок. Я не позировала. Это фантазия художника, которую видела на моей фотографии. И она говорит, я вас вижу вот так. Ну, не сказала, как. И потом, через некоторое время, она мне показывает картины, я даже сама не ожидала, что такое вот… Ну, мне нравится, например, что там столько какого-то… Не то, что оптимизма, а какой-то радости жизни. Еще эти цветы снизу, они как-то вдохновляют. Презентация экспозиции стала доброй находой выказать подяку и теплые пожадания представницам пригожей половы человечества. До присутных женщин с веншованиями звернулся старшиня Аббалваканкамы Геннадь Соловей. Губернатор подкреслил значенность их укладу в разных профессийных сферах и в целом развитии громадства. Сегодня вы везде. Вы поддерживаете домашний очаг. Вы сегодня активно участвуете в общественной жизни, в производственной деятельности, ну и, конечно, в различных видах спортивных других мероприятий. Без вас мы, наверное, здесь бы ничего не смогли сотворить и сделать, потому что, имея такую поддержку тыловую, мы всегда впереди и можем верить то, что сегодня делается в нашем государстве. Старшиня Белорусского союза женщин Алена Богдан рассказала об инициативах громадского объединения и тем, какую поддержку зараз оказывает женщинам держава. Конечно, это старт программы «Здоровье народа и демографическая безопасность», где есть раздел «Семья и детство». Конечно, это мероприятие по расширению использования семейного капитала. Это мероприятие по социальной поддержке различных категорий. Прежде всего, несмотря на все сложности прошлого года, с 2021 года мы начали программу предоставления одного ЭКО бездетным парам за счет средств государства. Поэтому такие мероприятия есть и сегодня, и они будут продолжаться. А кроме того, с этого тыдня громадское объединение начинает подводить выники городских и областных конкурсов женщин на года. Имены переможца устанут вядомые четвертого саковика. Ганна Каральчук, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.